Всем привет, с вами Фанатик, это игра Kings Bounty Перекрестки Миров, и я продолжаю прохождение этой замечательной игры. Победил я здесь орка Хогана, и оказалось, что у него интересненький артефакт можно получить. Ух, орка, он себе оторвал ухо и пошел залечивать раны радостной водой. А ухо такое неплохое, 10% снижает требования лидерства для орков, орков-ветеранов, орков-охотников и орков-шаманов. Практически для всех орков, которые нужны в армию, снижает требования лидерства. Причем это регалия, если собирать армию из орков, это очень даже и неплохо. Так, далее. Далее мне осталось немножечко опыта до уровня. Я хочу сейчас сплавать. Ну, на этом острове я всех победил. Уже на Дерсу полностью его зачистил. Вот здесь немножко тоже подрался. Так, вот и... Нет, у него там эти вампиры. Так, ты что? Гоблин-шаман. Не хочу я с гоблинами-шаманами сражаться. Они дурные, блин, капец. Есть где-нибудь... Вот, неистовые, шаман-орда, шаман-крою. Блин. Попроще мне. Вот. Вот тут охраняет свиток. Зомби, огненный паук. Опять шаманы, шаманы, шаманы. Блин. Тут красные драконы. Это тоже жестко. Кто бы мне здесь победить? Такое. Везде тьма этих... Гоблинов-шаманом бегает. Походу, придется мне сражаться с вот этим вот. Где зомбаки? Обычные шаманы и шаманы крови. Хотя шаманов крови тоже орда, блин. Будет не самое легкое сражение. Хорошо, сохраняюсь. Погнал. Свиток странствия еще заполучу. Пять сотен гниющих. Семьдесят столб. Стоа. Обалдеть. Вы что, прикалываетесь, что ли? Как я их должен побеждать-то? Как я их должен побеждать-то? Ладно, ускор. Первым делом делаю потом... Призыв. Мне нужно как-то... Вот сюда, наверное, призыв. Шаманов потрепать. Изрядно нужно мне. Не достаю никуда. Жди пока что. Ну, это тоже жди. Так, теперь ты. Параметры снижать смысла не имеет. Они сейчас будут колдовать. Надо шаманам крови вот этим запретить. Колдунство. Вот этих я буду поджигать. Что он будет делать? Ой, да ладно. А, ну да, я же ему запретил умение. Что думаю? Да ладно. Это правильно. Кого бьет? Скелетов. Этот ставит тотем. Еще один тотем. Понятненько. Так, здесь призываю тернию. Пока что пострадали только лишь скелеты. Так, мне нужно выйти из зоны действия. Во-первых. А во-вторых, этот уже колдовал. У этого запрещено. Этот тотем поставил. Блин. Блин, давай немножко поближе попробую достать. Нет, не достает. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Ну, придется тогда отравленный вот этого. Вот передал кому? Этому? Ну, ладно. Это не страшно. Здесь. Тотем, 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 тотем. Я не достаю никуда. Снижает скорость дурацкий тотем, блин. Я-то думаю, почему я не могу дальше пройти? Скорость снижает. Ладно. Сношу тогда этот тотем я. Так. Так, теперь ты, вампир. Сюда не дотягиваюсь. Придется пока что атаковать мне зомби-ка. В любом случае их надо убивать первыми. Чтоб вампиры с них не восстанавливаются. Минус 7. Так, ну, теперь нужно будет принимать форму мыши. Форму мыши однозначно. Здесь мне нужна мана будет. Хочу поднять инициативу вампирам своим. Но и не только вампирам. Так. Значит, ты меняешь форму на мышь. Будешь сейчас регениться. Берешь, значит, вот это вот. И... Применяю боевой клич. И применяю дыхание ада на него. Шаманов, шаманов, шаманов. Туда не пойду. Давай вот этих шаманов. Пусть... Темь восстановилась. Маловато как-то. Так, ты давай пока что в форме вампира иди. У них так атаки побольше. Атакуй. Зомбаков. Ой, критическим. 268 зомбаков убил. Прекрасно. Пока трупов нет. Ну, остается только лишь атаковать. Проклял всех троих. Прекрасно. Терния, вперед. Терния, вперед. Скелетов я воскрешать не буду. Скелетов можно наделать без особых проблем. Давай вот этого вот. Тюк 23. Слабенько, конечно, он бьет. Очень даже слабенько. Здесь давай. Поджигай обоих. Критический. Хорош. Хорош прям. А этот продолжает вампиров грызть. Это не проблема. Они восстановятся. Так, а вот это уже мне не нравится. Тернию. Один шаман атаковал. Второй шаман атаковал. О, вот это уже больно. Возврат времени однозначно буду делать. Ой, по любасику возврат времени буду делать. Взялись они за терней. Этого вампира тоже потрепали. Буду менять форму на форму мыши. Здесь атакую. Так, теперь давай маны. Теперь давай маны. Значит, беру 41 мана у меня имеется. Соответственно, я могу сделать вот такую вещь. Возврат времени на тернию. Так, так. Восстановил. Теперь вот этих надо грызть. Грызть, 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 грызть. Вот этот еще... А, у него уже запрет закончился. Он сейчас будет чудить бесплатно. Надо его немножечко проредить. Так, 16 убил. Здесь. Здесь прямой стрелы. Давай вот так вот. Опа. Отлично. Отлично. Здесь что, я никуда не доползаю. Тернии этой. Жаль. Ну, давай тогда с этой стороны. Пауч Андроса. Конечно, загорится терния. Ну, да ладно. Их 2400. Я думаю, как-нибудь переживут они этот момент. Здесь. Шаманы крови. Тюк. И поджигаю. Отличненько. Оттема, удары. Фигня это все. Так, вампирам сейчас нужно восстановиться. Вот эту ерунду сожрать. Зомбик пошел самоубиться. Меня это устраивает вполне. Так, ну что, осталось. Вот эти шаманы в основном остались. Так, давай. Мне нужно его поджечь, чтобы снизить ему защиту для начала. У тебя же огненная атака. Да, огненная атака висит. Отравить. Ну, не знаю насчет отравить. Есть ли смысл. Наверное, нет. Пока. Не буду я ничего делать. Оставлю я все-таки колдунство одно. Вдруг возврат времени нужно будет применить. Так, а ты продолжай грызть. Пусть прочные заразы до жути. Здесь чума. Этим я доедаю вот этого орка. Так. Второй вампирчик вперед. Вперед. Еще минус 16. Хорошо. Ты тоже подходи поближе. Я знаю, что я сделаю. Точность. Можно вот повесить сюда. Увеличить урон. И 45. Уже не кисло, кстати. Что он будет делать? Ха. Понятно. Я победил. Отличненько. Отличненько. Победа за мной. Потерял соточку скелетов. Но главное, что опыта мне хватило для повышения скелетов наделать. Это не проблема. Спосохом некроманта и неограниченным количеством крестьян, которых можно по 10 монет нанимать. Так. Теперь, значит, сюда. Сюда. Терния плюс одна. Здесь три вампира древних. Ну, можно сгонять, конечно. Взять. Забираю я броня титана. Отличный свиток. Мне пригодится. Здесь давай я забираю тоже вот этот росток. И на корабль. Отплываю на безымянный остров. Где мой корабль? Вон он мой корабль. Отплываю на безымянный остров. Здесь потом я с шаманами подерусь без записи. Этот остров пока что исследован полностью. Значит, мне нужно сейчас попасть на безымянный остров. Нанять здесь древних вампиров и этих некромантов. И потом отправляться на континент Рехао. Я планирую. Я его еще не посещал. Вроде бы. Или посещал. Не помню, если честно. Если даже и заплывал, то так чисто с разведывательной миссией. Так, чтобы прям исследовать его полностью. Такого не было. Так. Значит. Набрал я, да? Все. Только тернии одной не хватает. Но это ладно. Одной тернии не хватает. Это не смертельно. Главное, что вампиры максимум. Сейчас завяжены. Скелеты для восполнения потерь есть с собой. На Илоне мне пока что делать нечего. Сам большой континент остался. Ну, один из больших. Это Рехао. Отправляюсь туда. Да, не был я еще здесь. Ух ты. Рексы. Хрена себе тут как мощно. Так, ну что. Давай полет. Сразу он вижу руну. Забираю. Вот что тут ничего. Тут какие-то свитки. Давай. Беру свитки. Ослепление. Возможно пригодится. Далее. 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 Здесь сдают задание. Сейчас по-быстрому я. Вот здесь руну еще заберу. Давай. На посадку. Оп. Забрал руну. Какой-то птеранодон летит. Пролетай давай. Пролетай. Мне нужно забрать здесь. Ну. Че ты застыл? Матывай. Флаг лидерства мне надо забрать. Какой-то лидерства. 130. Хороший флаг лидерства. Мне нравится. Давай спущусь тогда здесь. Заберу вот эти свитки. Убийца драконов. Не самые плохие. Человек. Ты находишься в филиале военной академии людей. И если у тебя нет разрешения здесь находиться. То у нас как раз проголодались охранники. Ха-ха-ха. Забавно. Погоди. Вот мой офицерский патент. Король будет недоволен, если со мной здесь обойдутся невежливо. Хорошо, человек. Ты можешь войти. У нас готовят бойцов не хуже, чем в питомниках Рыхао. Но ты ведь понимаешь, что бесплатно никак работать не будет никто. Ну, конечно. Трофей. Да-да-да-да-да-да-да. Давай приступим. Давай посмотрим. Что он здесь продает. Продает платье Черной Вдовы. 250 лидерства. Три атаки. Комплект безумца снижает интеллект. Тысяча лидерства. 40 ярости. 20% вероятности критического удара. Посох безумия еще имеется. В комплекте интересно. Интересно, интересно. Посох безумия. Значит. Рексы. Пирексы. Страшный. При атаке может испугать противника. Тот не отвечает. Пожиратель. Убивая отряд, съедая трупы, восстанавливая свое здоровье. Получает половину урона от дистанционных немагических атак, стрелами, тативных снарядов. Гигантский ящер. Все ящеры в армии получают мораль. И все враги в соседних клетках теряют 30% своей базовой защиты. Нихрен на себе. Силен. А сколько у него здоровья? Здоровья не то чтобы прям очень много. Но неплохой такой ящерка. Ящерка прям неплохо. Ладно, платье я в любом случае покупаю. Чтобы потом не забыть. Значит, академия здесь тоже имеется. Хорошо. Куда это я попал? Ой, там какой-то герой Рекс. Можно как-то мне аккуратненько подойти, вот здесь пообщаться? Нет. Можно, он на меня не нападает. Хорошо. Чешуйчатый браслет. О, это у меня такой щит имеется. Сети сопротивление физическому урону. 10 маны дает. И 2 морали всем ящерам. Фига себе, какой артефакт для ящеров крутой. Две морали, это ж охренеть. Ты что, на меня не нападешь, да? Я надеюсь. Я надеюсь, ты на меня не нападешь, непобедимый Маракаш. Оп, руну забрал. Ха. Отлично. Здесь дают задание. Пока тот гуляет, я, наверное, пообщаюсь. Арш, тебе нужно таскать с собой побольше болотной тины, человек. Здесь перебить исходящий от тебя запах. Что бы, да? Я мрази, смотритель большого питомника. Смотри, ужасайся, человек. Самые сильные и яростные бойцы тренируются здесь. Одно неверное движение, и эти сверепые воины отведают твоей плоти. Хе-хе. Геном запрещал нам поедание павших врагов. Но теперь, когда Хтау вернулся, возвращаются и древние обычаи. Хтау? Кто такой Хтау, интересно? Так, я хочу нанять у тебя воинов. Рексы, драконы, бронторы. Блин, бронторы очень крутые. На самом деле, очень. До воинов прям вообще огонь. Но мне эти не подходят. Так, может, я могу как-то помочь твоему питомнику? Быть может, ты сможешь сделать для меня кое-что. Я видел молодняк малого питомника. Сбойщи слабых и голодных ящеров, страдающих от лихорадки трусов. И я видел, какими они выходят из стен храма гибкие, ловкие, бесстрашные и смертоносные. У жильцов есть секрет, который позволяет превращать слабаков в достойных воинов. И они помогают малому питомнику. Я хочу заполучить этот секрет. Отправляйся в храм спящего змея и узнай, как сделать моих воинов непобедимыми. Ну, давай. Я принимаю твое задание. Посмотрим, что я могу сделать. Так, этот уйдет отсюда. Мне надо забрать здесь обязательно вот этот флаг лидерства. Минимум соточку он даст мне. Давай, 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 уходи. Хотя я его мог бы, по сути, победить. Там рексы, как раз посмотрю на рексов. Габоты, чёшь, легион змей. Ерунда на самом деле, ничего такого особо страшного. Давай. 150, кстати, лидерство. Прям хорош. Надо было, правда, перед боем добавить вампиров, но да ладно. Вот сами рексы меня, конечно, беспокоят. Сколько у них? Скорость 4. Угу. Первобытный страх. Издаёт жуткирёв и все отряды врага меньше по лидерству, не имеющие иммунитета к воздействию на разум. Получают 10-40 урона, теряют половину очков действий. Хрена себе. Призарядка 2 хода. Ну и сожрать труп преобразует скелетов. Хрена себе у тебя навыки. Етить-коватить. Силён. Силён. Ладно, ускор. И призыв. Ускор и призыв. Уф, вот сюда давай. Где больше всего этих рексов, надо его заблокировать. Здесь пока что жди и ты пока что жди. Чума, 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 чума. Снижает атаку, снижает защиту и здоровье. А давай. Причём на чёша чума не работает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Древний вампир увернулся. Так. Это чё будет делать? Инфернального дракона атакует? Хорошо. Только то, что он смылся, вот это нехорошо. Я хотел поджечь троих, а сейчас не получится троих поджечь, а получится только лишь двоих. Ну ладно, давай. Всё равно их надо поджигать. Я хочу, чтобы этот рекс потихонечку дох. Четыре сотни. Ещё минус один, тоже загорелся. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Какие они молодцы, призванное существо атакуют. Такая тема меня устраивает. Ещё и здесь хорошая арена. Прям очень даже крутая. Так, этих снести. Тюк. Готово. Змея выдвинулась. Ну, змея это слабая. Далее. Давай немножечко вперёд. И здесь я призову терний. Так, все рексы на призванное существо пошли. Ох ты, как он хорошо-то. Давай. Давай, иди. Иди, 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 вампирчик. Покажи великую мощь армии нежити. Сложился. Хорош. Нежить, по идее, никого бояться не должна. Так что проблем быть больших у меня здесь не может. Тем более вампиры уже выдвинулись. Так. Далее. Давай мне ману. Буду атаковать сейчас. У тех 11 рексов. Если доберусь. Ну, по идее, должен. Очков входа мне хватает. Давай, погнал. Этих 21 можно уже и не трогать. Если даже отравят. То не сильно. Здесь ещё полчища змей. Давай рексов. Давай рексов. Пей. Так. Сложились. Рутяк. Кто дальше ходит? Дальше ходит вот этот товарищ. Я могу поднять нежить. Это обязательно сделаю. Но перед этим мне нужно... Мне нужно... Где это было? Где же, где же, где же? Вот. Или в сил. На вот этих вампиров. Сделаем. Так. И поднять нежить. Здесь костяные драконы будут. 9 костяных драконов. Давай вот из этих подниму. Теперь. Ты поджигай чёшь. Хрена себе он кусается. Так. Ну хорошо. Вампиров надо будет преобразовать в мышей. Троих убил. Это не проблема. Вообще ни разу не проблема. Так. Тернии в атаку. Почему вампир не походил? Я же тебе дал, появив сил. Очков хода 3 даёт. Ну и в чём проблема-то? В чём твоя проблема? Так. Ладно. Ханяда пока вешать не буду. Давай-ка. Не достаёт. Ещё ближе нужно подойти. Ближе нужно подойти. И вот этого травануть, наверное. На змей плохо работает яд. Ага. Теперь ещё и этих потайпали. Ну ладно. Сейчас преобразую я обоих в летучих мышей. И буду восстанавливать. Призыв. Отлично. Будет чем прокормиться. Вот этих, наверное, сразу снесу. Которых он призвал. Так. Здесь трансформация. И давай дыхание ада на тебя. И погнал. Кусь. Плюс 33. Здесь тоже трансформация. Не доберусь я туда, что ли? Ну ладно. Буду бить тогда змей. Это не так страшно. Здесь мана мне нужна. Дыхание ада, наверное, тоже стоит повесить. Дыхание ада. Где оно было? Не вижу. Вот оно. Погнал. Кусь. Хорош. Хорош прям. Ты не горишь? Нет. Горит. Всё нормально. Отравлен. Горит. Всё прекрасно тут. Здесь убить вот этих вот. Ну и теперь чёшь грызу. Грызу чёшь этих. Здесь поднятие мёртвых. 15 костяных драконов. Есть. Такие нельзя есть, да? Ладно. Атакуй. Ты тоже атакуй. Ха-ха-ха. Самоубийца. Ё-ка-ра-ны-бабай. Чё за тип? Так. Здесь. Пусть. Отличненько. Ну и теперь осталось только лишь добить. Здесь вот так. Куда ты собрался? Ещё и отравил. Ладно. Ты пока что деф. Во-первых, мне нужна будет мана. Добиваю вот этих змей болотных. Так. Ух ты, от яда 9 штук сдохло. Не, тогда возврат времени нужно мне здесь сделать. Возврат времени. Давай. Давай, давай, давай. Назад. Постановить. И кусай. Кусай. Кусай его, кусай. Отлично. Потерял всего лишь 3 скелетов лучников. Это не проблема. Почти 4000 опыта. Неплохо. Неплохо. Совсем неплохо. Прибавляю сюда я. Ух ты, у меня полчища тут такой уже скелетов. 33 вампира ещё. Хорошие флаги. Мне нравятся они. Что у меня здесь? 55 сила. Ещё надо, конечно, кучу потратить. Этой мощи. Заклинание этого. Так. Тут какое-то яйцо дракона красного, походу. Ты на себе. У тебя радиус обнаружения какой. Он ещё и закопался. Ничего себе. Вон там ещё один флаг с лидерством. Мне нужно туда добраться. Сейчас вот этот пройдёт. Немного сильнее. Гаргулы. Рексы. Пашные милишники. Походу, надо мне его грохнуть, чтобы он мне здесь не мешался. А то ходит туда-сюда. Давай-ка. Сразимся с тобой. Давай-ка мы с тобой сразимся. В этот раз у меня даже есть ярость, которую я могу применить. А как мне лучше применить? А давай шаровую молнию. Чё ж пусть погрызёт. Так. А нет, дальники есть. Один, второй. Сразу минус 272 чёши. Шикардос. Шикардос. Значит. Начинаю я. Нет. Давай не буду я этого делать. Давай лучше. Сделаю вот так вот призыв. Это очень хорошая тема. А здесь пока что ждите, парни. Далее. Поднять некого. Запрет смысла не имеет. Давай сюда такой. Проклял двоих. Хорош. Этот какой-то ерундой сделал. Ерунду какую-то сделал. Непонятно. Как бы мне поджарить побольше. Ну давай сюда, ладно. Немного сильнее. Чем же он, интересно, сильнее? За счёт чёш у него мощь была, что ли? Ну, минус 70 чёш сразу же. Это, конечно, огонь. Кстати, меня дальники беспокоят. Надо мне их скосить. С прямой стрелы не получится. Давай ядовитую. Вот сюда. Пусть потихонечку дохнет. 11 штук сдохло. Ух ты, неплохо. Дебаф. Второе, что будет делать. Дебаф. Ладно, меня такой расклад вполне себе устраивает. Ух ты, тысяча урона. Фига себе, практически снес. Но здесь придётся сразу трансформацию применить. Сразу же трансформацию. Блин, я ещё и даже по трансформации не дотягиваюсь. Но в любом случае ждать нельзя. Нужно вперёд из песни. Врываться. Врываться. Не хватает буквально одной скорости, если без заклинания. Давай вот этих вот копейщиков. Они очень опасные. До хрена их. Ящурок этих. Вот как раз сейчас шаровая молния их проредит. 113 штук убило. Отлично. Меня такой расклад устраивает. Что я могу здесь сделать? Могу применить только лишь точность. И всё, наверное. Больше ничего. Ну, свиток пока применю. Пока маны нет, буду применять свитки. Здесь ядовитый плевок. Давай-ка... Кого мне травануть? А вот этих тоже травану. Будут они и подожжены, и отравлены, и вообще всё хорошо у них. Вернее, у меня всё хорошо, а у них всё плохо, получается, да? Вампиры справятся. Это мне уже не нравится. Вот эта тема мне уже не нравится. Блин, если я атакую, я снесу своего. А это не надо делать. Давай чуму применю. Здесь атакую. Вот этого отлично, критический. Прям хорош. Рекс куда-то пошёл. Вампиров, что ли, грызть? Танул ты, что прикалываешься? Ничего, мне светит. Восемь вампиров убили, это вообще не проблема. Так, вот семнадцать уже похуже. Похуже ситуация. А, этот атакой тоже вампиров. Прям отлично, смотрите. Так, скелетов потайпало нормально так. Значит, ты продолжаешь фигачить вот этих вот дальников. Он преобразует. Надо их сломать. Ты подойди ближе и уничтожь вот этих вот призванных засранцев. Они чудят бесплатно, ерунду всякую. Здесь атакую с прямой вот этого Рекса. На покой его отправил. Ой, благо. Блин, под благом она такое будет вытворять. Так, теперь, значит, мана-ускоритель. Давай. Давай, 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 давай. Лучников я верну сейчас назад. Часть. С помощью этой маны. Здесь, что я могу сделать? Давай огненную атаку применю вот сюда вот. Отлично, загорелся. Теперь мне нужно применить возврат во времени на скелетониуса. 1826. Отлично. Так, ты, грызи вот этих вот копейщиков. 17 восстановил. Супер. Ты давай тоже становись рядышком, доедай вот этих вот. Ух ты. Этот решил самоубийца пойти. Псих. Чисто псих. Теперь вы. Давай воскрешение применю. Вот на этих вот. Четыре сотни. Кошмар. Четыре сотни призраков. Это мощь, конечно. Они поняли, что вампиров им не победить. Правда, не все поняли это. Не все это поняли. Здесь... Что... Что-то как-то он рексов практически не сносит. Ну, давай чёшь тогда. Чёшь 38 штук убил. Здесь рексов. Ну ладно. 2000 терний рексов не снесло. Ого. Бронированные какие. А вот сейчас я не понял. Почему он не сдох? Вообще урона не было. Ладно, ты грызи. Ты тоже грызи. Отличненько. Теперь осталось их добить. Теперь осталось их добить. И какие-нибудь сундуки, может быть, получится достать ещё. Хотя бы один. Так. Этот не добегает, к сожалению. Ну давай. Подниму я здесь ещё. Нежить. Так. Ты давай забирай. Молния. О! А такого заклинания у меня не было. Отлично. Отлично. Что будет рекс делать? Вампира кусать. Шесть вампиров сожрал. Ты чё? Ну они восстановились. Хорошо. Хватило здоровья. Я уж начал переживать, что да и в них вампиров потеряю. Ладно. Без потерь. Победа за мной. Здесь. О! Это и руны магии. Ничего себе. Яйца. Терекса. Валяются везде. Деньги. Офигашь тут. Сколько яиц рексов-то. Вот это офигеть. Питомник так. Питомник. 130 лидерства получено. Ага. С этой стороны я туда не пройду. Вот этих придётся тоже походу убивать. Но там пока ничего ценного я не вижу. Этим я вопросом могу потом заняться. Значит что у меня. Добавлю ещё скелетов. Добавлю ещё вампиров. В армию. Сколько уже? Троих здесь не хватает. И здесь троих. О! Заныкали флаг лидерства. И ещё тогда добавим. Оп. Оп. 326 вампиров уже в армии. Вот это жесть. Так. Ну что. Посмотрим. Брантор. Статуя. Хороший дизайн. Мне нравится. Яйца продаются. Так. Бараны. Ерунда. Это всё. Маккарас. Тревога. Племя. Тревога. Чужак. Человек. И его животные пришли сюда. Чтобы похитить наши яйца. И сожрать наших самок. Бегите. Убого бегите. Почему убого бегите? Не бойтесь меня. Я человек. А это мой конь. Он только траву ест. Мы не причиним вам никакого вреда. Вы едите траву? Племя убогого тоже есть траву. Добро пожаловать в болото мирного племени убога. А это его племя. Я думаю что за убого бегите. Меня зовут Убер. Я вождь и мудрый наставник этого племени. Наверняка такое мирное племя нуждается в защите. Я могу вам чем-то помочь? Несмотря на запрет генома. Всякий норовит обидеть племя убога. К нам приходят ящеры из питомников и отбирают наших малышей, чтобы растить их как воинов. Недавно пришли воины малого питомника. Они забрали все яйца. Наше будущее потомство. Чтобы отдать их в лапы жрецов храма и воспитать беспощадных воинов. Ты хочешь чтобы я вернула вам отнятые яйца? Я хочу чтобы ты взяла вот эту красную ветвь человек. Отнеси ее в малый питомник и брось на землю. Это будет означать что племя убога не согласна с поступком воинов питомника и бросает им вызов. Они устрашатся и вернут похищенное. Я уверен. Хорошо давай брошу палку. Это священная красная ветвь несогласия и вызова чужак. Хорошо. Не стану спорить ветвь так ветвь. Взять ветку. Отнести это не проблема. Ну конечно могут на меня напасть там. Типа я бросил вызов. Но я думаю я справлюсь. Если там не супер мега жестко все будет. Здесь какой-то сундук. Вот три руны магии меня прям порадовало. Я могу теперь что-нибудь полезное прокачивать. Например мудрость. Здесь добавится еще четыре маны. А здесь шесть маны. Ну скорость восполнения маны тоже нужна. Давай медитацию наверное я возьму сейчас. Медитация. На трансмутацию не хватает мне. Хорошо. Здесь. Блин. Вероятность крита бы мне конечно повысить. Если сюда силу духа прокачаю. Это будет еще атака и защита. Но. Но, 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 но. Три руны силы для этого придется израсходовать. И целых восемь. Ладно давай. Атака, защита это классно. Это явно мне пригодится. Для вампиров дополнительная атака. Это прям огонь. Да и защита тоже. Тут везде можно яйца собирать. Всякую кучу интересную. О, здесь что? Ундук. Никто не охраняет. Давай возьму я. Деньги. Опа. Здесь вы можете купить себе войска, заклинания и редкие артефакты. Что за войска? Войска беспонтовые. Мишень. Выбранный ответ становится весьма заманчиво мишенью. Для врага существа будут его атаковать своими базовыми атаками в первую очередь. Интересно. Там, кстати, руна духа. Нужно будет взять. Что за королевский молот? И на себе. Для гномов снижает на 15% требования лидерства. Для всех. Еще и 5 атаки дает. Крутецкий молот. Ну, я гномами пока что не пользуюсь, но буду иметь в виду. Здесь кинжал приговора. 20% вероятности критического удара. Блин, стоит его покупать? Не стоит. У меня есть плащ теней. Вместе с плащом теней это может составить сет и, соответственно, 20% базовой атаки героя. Для воина это прям вообще огонь. Ну, ладно, этот артефакт я все-таки куплю. Это не привязано ни к какой расе. Тут вход в какую-то пещеру. Я пока не буду заходить в пещерку. Здесь мне единственное надо руну забрать, которая наверху находится на башне. Давай посмотрим. Приземляюсь. Забираю руну духа. И улетаю. А-о-о, что тут есть? А-о-о-о, 90% лидерства еще. Красотень. Слушайте, тут лидерство я себе подкачал нормально. Как уровень целый. Дополнительный. Там на башне еще что-то имеется. Только придется убить вот этого Брантора. Тренировочная мишень. Это защита либо атака. Это очень крутая вещь. Это прям очень крутая вещь. Придется сразиться. Давай. Давай, буду драться. Забираю яйцо. И атакую тебя, поганца. Можно, конечно, было попробовать вывести. Ой-ой-ой-ой. Драконы. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько Бранторов. Гаргуан тоже. Прям жестко. Прям как-то очень жестко. Давай сразу мне ману. Давай сразу мне ману. 164 Брантора. 600. Еще и драконы. Еще и драконы к тому же. Начну-ка я со слабости. Чтобы минимальная атака была у этих поганцев. Так. Ты пока что жди. Что еще могу? Призыв, конечно, могу сделать. Но его грохнут и не заметят. Мне кажется. Ладно. В любом случае. Это урон. Как сказать. Заклинание. Плюс еще. Сэкономит мне. Давай чуму. Давай чуму. Снижу я им еще атаку. Защиту и здоровье. Это тоже хорошая тема. Правда на один. Да. Даже не на один. А на два хода. Вообще отлично тогда. Поджигаю. Дракон выдвинулся. Сейчас будет пожирать. Вампира. Тогда не проблема. Тогда не проблема. Что вампира он атакует. Тот даже никуда выдвигаться не стал. Что этот будет делать? Кто же вампира атакует? Отлично. Здесь отравляющие. Вот этих вот. Естественно. Дебаф. Еще один дебаф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бронторы прибежали. Ладно. Тернии призываю сюда. Скелеты пострадали сильно. Придется делать возврат во времени на них. И еще я выйти вампиром здесь не могу. Даже при том, что он взлетит. Вот это я себе заблокировал, конечно. Да. Ладно. Убить. Убить вот этих. Так. Далее. Давай атакуй. 143. Неплохо. Совсем неплохо. Прям вот совсем-совсем неплохо. Здесь мне нужна мана. Ну ты пока жди. Кто будет делать? Ох, скелетом достается. Поднять пока что некого. Давай вот этих снесу. Чтобы они дальней атакой не атаковали. Здесь нужно заблокировать как-то вот этих двоих. Не знаю, что я могу сделать. Дебаф он уже замутил. Приказ союзному отряду Гаргулов отдает. Ослепить его можно попробовать, в принципе. Но на откат мне тогда маны не хватит. Ладно, мне нужно откат сделать. В первую очередь. Что я могу здесь замутить? Что я могу здесь такого полезного сделать? Этот сколько урона нанес? Слабовато. Брантор, по-моему, дофига снес, да? 31 Брантор будет убит. Ну, тоже не хочу я, наверное, так делать. Ядовитый плевок. Это слишком много маны. Ну, остается только лишь вот это. Поджигаю тебя. Сгорит хотя бы часть. Этот уже горит. Давай маны мне больше нужно. Маны больше. Маны нужно больше. Я вот думаю, подожду, пока Брантор атакует. А потом уже буду восстанавливать. И давай сюда становись и жги. Так. Блин, даже 200 урона от магов. Это жестко. 200 урона от магов. Это жестко. Что будет это делать? Отлично. 25 урона. Магическая атака, конечно, у него слабая. Против инфернального дракона. Вообще не сносит нифига. Здесь. Давай-ка отойду. Чтобы вампира освободить. Так. Что я могу сделать? Ладно, атакуй. Все равно буду возврат времени делать. Так. Ага. Он решил убить терний. Ну хорошо, тогда делаю возврат времени я. Возврат времени на скелетов. Правда, они вернутся назад. И вампира опять закроют. Здесь тернии. Отхожу. Еще отхожу. И атакую вот этого вот копейщика. Тюк. 60. Неплохо. Здесь ответит на удар этот поганец. Блин. Блин. Косяк. Косяк. Атака у них, конечно, под дебафами. Если соточку снесет, то будет нормально. Ладно, деф давай пока. Пока, деф. Ты выходишь, значит, из сумрака. И атакуешь. Опа. 111. Нормально. Ну и остается лишь добить. Наверное, вот этих вот все-таки. Замечательно. С копейщиками разобрались. Здесь давай меняй форму. И нужно помочь вот там, наверное. Нужно помочь, наверное, там. Перед этим я себе сделаю ману. Повешу щит, наверное, на скелета. Потому что... Потому что, потому что, если его он шибанет, я возврат во времени уже не смогу адекватно применить. Здесь давай поджигаю. И давай мне теперь броня глота на скелетов лучников. Далее, забираю вот это и иду на помощь моему инфернальному дракону. Так, так. Здесь поднять нежить. Их была целая прорва. 600 зомбиков поднял. Вот это да. Вот это сила. Вот с этой стороны атакую. Опа. Неплохо. Совсем неплохо. Что будет дракониус делать? Куда-то сорвался. Куда-то сорвался. Ага. Решил заоешить. Так, ты пока что жди. Мастерых убил, не проблема. Верний тоже не проблема. Бронтор что будет делать? Как я и думал. Как я и думал, сломал он мне щит. А если бы не было щита, было бы жестко. Так, ладно. Ты отходишь. Ты отходишь, сносишь вот этих вот дракошек. Не убил. Блин, да как так-то? Бронтора с дальней дистанции, естественно, атакую. Ты отходи. Ты отходи. И тоже его же фигач. Отлично получается. Отлично. Просто замечательно выходит. Щит помог мне. Разрешить эту ситуацию. Давай, беру еще маны. Грызу вот этого. Здесь трансформация в вампо. Вернее, не в вампо, а в летучую мышь. Получается. Все, этот восстановился. Этот восстановился. Здесь атаку их. Прекрасно. Инфернальный дракон не достает, к сожалению, немножечко. Давай, наверное, броню Глота я все-таки повешу. Ты лети сюда. Эти сейчас самоубьются просто, да, скорее всего. Нет, второй решил отойти. Второй решил отойти от него. Ладно, хорошо. Ты, отравляющий, атакуй. Отлично. Что будет делать бронтор? Инфернального дракона бьет. Он самоубийца, блин. Ну и добиваю теперь. Отличный бой. Просто отличнейший бой. Шесть сотен, блин. Конечно, вот этот трупов поднимает. В середине боя показывает свою мощь. Некромант. Еще четыре тысячи опыта. И теперь забираю я вот эту мишень. Атака. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Атака это прям... Круто. А что, здесь даже спуститься нельзя. Только через полет сюда можно было добраться. Интересное кино. Так, снизу там ничего полезного я не вижу. Здесь я артефакты поглядел. Что еще на этом острове у нас имеется? Главный храм, да? Здесь. Врата генома. Здесь коробочка. Заныканная. Давай забираю коробочку. Деньги. Деньги. Нет. Деньги не то, что я хотел бы. Вот здесь вот. Ярость. Еще плюсы ярости. Круто. Что тут можно еще сделать такого интересненького? Тут был. В пещеру можно наведаться. Ну, это я потом наведаюсь в пещеру. Здесь очень сильный. Нифига себе. Мне даже мощи не хватает его на изи, чтобы победить. Хорошо. Давай посмотрим, что здесь за яйцо изумрудного. Что за коробочка? Денежка. И посмотрим, что продают вот здесь вот. Гейзер продают. Гейзера у меня пока что нет. Кстати, насчет свитков. Нет, гейзер у меня тоже имеется. Давай изучаю. Гейзер. И где-то еще у меня была молния. Да, вот молнию тоже изучаю. За 15 маны. Шок 33 процента. Неплохо, кстати. Урон хороший. За 15 там маны. Если улучшить шок, повышается урон. Максимальный урон прям вообще огонь. Мне нравится. Будет сколько? 25 маны, правда. По мане дорого. Но заклинание мощное. Так, здесь все свитки у меня изучены. Давай пообщаемся с вот этим вот. Смотритель Харрус. В кубах левого Вадыма вы различили фигуру ящера. Он подошел ближе и вы наконец смогли хорошо разглядеть его. Человек, чего тебе нужно? Если ты ищешь воинов, сильных и умелых, то ты пришел в нужное место. В малом питомнике готовят лучших из лучших. Сам ящер втагн взял с собой воинов малого питомника в поход на дальние земли. Меня зовут Харрус. Я смотритель этого питомника. Хорошо. Давай посмотрим, что он здесь продает. Харрус этот. Перчатки разрушителя, сборный артефакт. Это я по-любому буду брать. 5 маны, 5 ярости и сопротивление магии и астральному урону 50%. Ничего себе. Корона хаоса какая хорошая. Прям очень хорошая корона. 50% и магии и астралу сопротивления. Очень круто. Покупаю. Так. Я чувствую странные ароматы. Что это? Это воздух малого питомника. Аромат наших укрепляющих зелий и исцеляющих отваров. Благодаря этим зелиям один наш воин стоит 10. С рождения бойцы питаются особыми коренями и закаливаются в ядах холодных болот. А потом малышей отдают в храм спящего змея. Травами жрецы делают их выносливыми и устойчивыми к болезням и магии. Потом особые ритуалы изменяют тело и сознание будущих воинов. Мы учим не сражаться, нет, мы учим убивать. Воин малого питомника сражается клыками, оружием и магией и не знает себе равных. Хорошо. Может я могу чем-то помочь своему питомнику в роли воина? Ммм, ты воин? Это хорошо. Ты станешь клинком моей мести. Молодые воины питомника должны понять, что их тело и разум принадлежат мне. Был у меня ученик, толстый Маракаш. Воин сильный и умелый. Много надежд я возлагал на него, на лучшего воина питомника. Но он предал нас. Сказал, что устал от боев, а побоев и лишений. От боли и недосыпаний. Забрал остатки еды и ушел в большой питомник. Теперь тренируется там. Это недопустимо. Убей его и верни сюда силой. А, убей или верни, я понял. Чтобы мы могли покарать его по нашим законам. Ну, давай. Давай попробую. И тебе вот подарок от племени у бога. Красная палка. Это священная красная ветвь, человек. А красными от твоей крови палками тебя погонят сейчас отсюда мои воины. Погоди, у бога? Эти слабаки бросают нам вызов? А ты их боец? Ха-ха-ха. Это будет легкая победа. Пожалуй, моим воинам не помешает размяться перед выходом на арену смерти. Хм. Разиться с ним или нет? А зачем мне это надо? Драться я не собираюсь. Я просто принесла эту ветку. До свидания. А, эти слабаки трусы из племени у бога нашли себе защитника, который отказался не храбрея их. А я вот то, что подумал, что трусливее у бога не бывает. Ошибался. Тебе не выйдет за пределы питомника человек. Ты умрёшь здесь и сейчас. Вот заразы. Напали на меня. И кем ты собрался меня убивать? Вот этими? Вот этими? Ещё и на этой арене. Правда, тут два летающих. Они ещё могут плодиться. Давай шаровую. Давай шаровую. Начну с неё. Начну с шаровой молнии. Мана у меня 63. Плюс сейчас ещё сделаю призыв. Конечно же. Гиен. А гиен-то зачем? Гиены слабаки. Ну, ерундой не занимайся. Шаровая молния. Чё ж ты делаешь? Дойти они до меня не дойдут. Конечно. Что можно сделать? Давай сделаю. Нет, мне тогда две маны не хватит, если гизма призову. Блин. Косяк. Косяк, косяк, косяк. А что же делать? Давай точность. Давай призыв. Вот этого дракона. Вот сюда. Так. Ты пока жди и ты пока жди. Здесь. Давай-ка сделаю запрет умений сюда. Чтобы он атаковал тоже. А то он ещё вздумает яйца откладывать. А мне это надо, мне это не надо. Нихрена себе. Силён поганец. Инфернального дракона просто снесли на изи. И дебафа в кучу навешали. Ладно. Ладно. Отравляющий. Сюда. Перни и призыв. Быстро же они с ним расправились. Здесь дойти всё равно не получится. Врываться надо бы. Давай мышь. Погнал. Шесть тысяч монет. Здесь тоже мышь. А здесь дотягивается. Отлично. Сейчас ещё и покоцаю. Шаровая теперь. О, отлично. Птеранодонов. Птеранодонов грызёт. Шаровая молния. Правда теперь будет летать какое-то время. Что я могу сделать? Могу слабость наложить. И воспользоваться ещё каким-нибудь свитком интересным. Интересным свитком. Например, ядовитый плевок. Вот на вас. Отлично. Теперь давай, грызи. Грызи их полностью. Этический. Хорош. Чё, он их воскрешает? Да, 12 штук возродил. Ничего себе. Половину скелетов практически скосил. Вот это летун. Силён. Силён он, однако. Ой, гиены. Сколько погибает вампиров? 101. 101. Ого. Действительно, у него мощная армия. Очень даже мощная. Так, здесь я ничего нормального сделать не смогу. Кроме как чуму наложить на них. Так, это у меня кто? Это терния воин. Так что, атакую. Минус 150 каркуш. Эти, конечно, пострадали жёстко. И возродить скелетов я не смогу, к сожалению. Потому что шаровая молния мне не позволит накопить маны. Ой-ой-ой. Вот это им достаётся. Ладно, отходим. Такой. Так. Здесь двадцатку. Здесь изрядно больше. Давай вот этих. Давай-ка вот этих. Вот я буду атаковать. Шаровая. Гиен. Тац. Тринадцать тысяч урона. Охренеть. Это сильно. Ну, я попробую сделать, конечно, возврат во времени. Но что-то мне подсказывает, что это уже поздно будет. Ход сменился. Ну, попробовать в любом случае стоит. Это я не смогу. Давай огненную. На гиену. Так. И теперь возврат во времени. Где он делся? Вот он, возврат во времени. Вот на этих скелетов. Вот на этих вот скелетов. Возродил. Ооо. А это круто. А это круто. Давай тогда... Грызи. Ой, критически. Отлично. Отлично. Здесь продолжай атаковать. Сколько вампиров остановилось? Сорок семь. Он ещё и молниями мутузит. Но тридцать четыре скелета это не проблема. Главное, что я восемь сотен восстановил. Окол била гиена. Критический удар. 75 вампиров погибло и восстановилось 49. Ладно. Здесь поднять мёртвых. 24 костяных дракона. Хорош. Ох, хорош. Тернии вперёд. Не-не-не. Вампиров древних вы не победите. Они очень мощные. Так, ты атакуешь гиену. Отлично. Сработано. Ты атакуешь вот этих. А то они могут долететь ещё. Нет, не стали они никуда лететь. Всё-таки они хотят мне покоцать скелетиков побольше. Он поднимает нежить. Всякими разными заклинаниями умеет пользоваться. Так, здесь тоже поднять. 24. Жёстко, жёстко. Эй, ты ты штык. О-о-о-о-о. О-о-о-о. О-о-о-о. Вот это я учудил, конечно. Так учудил. Вот какого фига ты походил, ну. Сколько тут на трех хода. Ну, развеивание. О, а положительные остаются теперь. Прикольно, кстати. Прикольно. Возврат здесь мне уже не поможет. Сам убил, блин, две сотни скелетов. Даже, даже 250. Да. Такое, конечно. Ладно, атакую вот этих призраков. Далее. Атакую вот этих вот. Как-то слабо. Ох, у вас здоровье. Ой, да у них по 80 хп. Нихрена себе. Ящерки-то прочные. До жути. Так, здесь нужно мне ящики доставать тогда. Тогда ящики буду доставать. Эти много урона не нанесут. Все равно. Так, давай, добивай. Ты забираешь дракониус вперед. Ну и заклинание нужно добить, чтобы он не применил никаких спеллов своих атакующих. Четыре сотни скелетов сдохло. Да. Могло бы быть все намного лучше. Две сотни скелетов бы сэкономил. Ну ладно. Бывает такое. 15 тысяч опыта я за то с него получил. Остановись! Достаточно пролито крови теплой и холодной. Ты победила. Мой питомник не может больше нести потери в этой бессмысленной битве. Я восхищен твоей силой. Достойная битва. Передай убогая, что мы больше не тронем их и вернем отнятое. То-то же запомни этот урок ящер. Так. Теперь что? Теперь скелетов надо сюда. Вампиров не покоцали же мне, да? И я теперь могу сгонять и сказать большому питомнику, что я справился. Так, кстати, здесь лучок. Как я не заметил его при осмотре острова по дереву. Полета было не видно. В полете было не видно этого. Все, что можно было отжать, я в принципе забрал. Теперь надо только сражаться, сражаться, еще раз сражаться. Это я могу сделать и без записи. Вполне себе сейчас скажу я вот этим вот. Смотрите, Харус побежден. он не тронет вас, ибо раны его еще свежи. Человек, ты жесток. Я надеялся, что враг устрашится и боя не будет. Но сделанного не вернешь, а наши малыши спасены. Племя будет плясать у костра всю ночь и высасывать красный сок из синих гусениц в твою честь. Вы серьезно думали, что боя не будет? Да там была настоящая засада. Никто не боится вас, вождь. Не держи злазно нас, человек. Никто не боится у Бога. Надеюсь, мы сможем загладить все обиды, вручив тебе ценные дары. Прими их, травяной... А, травоядный человек. Я не травоядный-то. Так, а что у него есть на продажу? У него есть ритуальное копье. А это что такое? Убийца демонов. Магия порядка. Еще и красных драконов продают. Хорошо, здесь я задание выполнил тоже. Теперь это племя атаковать не будут. Ну и на этом у меня пока что все. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Всего хорошего и до новых встреч. Еще услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok